Очень комфортно, плюс красота, которая здесь появилась. Мы впервые делаем ремонт. И выглядит шикарно, по моему мнению. Сама гардеробная не бросается в глаза. Маленькая комната, которая очень на самом деле выручается. Сразу максимально комфортно. Один ремонт равен двум пожарам и пяти переездам. Ремонт невозможно закончить, его можно только остановить. Слышали такие поговорки? И неудивительно, я знаю случаи, когда люди делали ремонт одного помещения годами. Мы с коллегами знаем, как исповедуем другие принципы. И прямо сейчас я хочу вам показать одну квартиру, которую мы сделали всего за 5 месяцев. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Спасибо вам большое. Как настроение? Ну ничего в целом, вот будний день, много ремонтов вокруг. Вот здесь вообще шумят постоянно. Да, очень-очень сильно. Друзья, напомню, мы с вами находимся на 23 этаже. Трехкомнатная квартира, 3+, да? Да. Квартира 3+, 96 квадратных метров. Сколько вы сейчас уже здесь живете? Мы здесь живем уже 4 месяца. Мы планировали снять обзор квартиры с Анастасией. Обзор кабинета мы планировали снять потом, потому что сегодня Яков полностью загружен. Обзор мы сделаем с вами, а Яков сделает обзор своего кабинета. Хорошо. Тогда давайте начнем с истории, почему решили выбрать квартиру именно здесь, в этом жилом комплексе. Первая наша задача была, это найти квартиру максимально повыше, потому что мы всегда жили где-то там на первых этажах, шестых этажах. Вот хотелось забраться повыше, поэтому этот дом из всего того, что рядом, оказался лучшим вариантом. Ну и дом на самом деле хороший, я считаю, что это один из топовых ЖК в Уфе. Мы впервые делаем ремонт, ну такой масштабный, и мы вообще не знали о том, что существует на самом деле ремонт под ключ. Самым главным фактором выбора вашей компании, это было то, что у вас прямо заявлено, что, ну понятное дело, не трехкомнатную квартиру, а меньше квадратов, вы делаете за 90 дней. Еще плюс мы знали, что у вас есть законченные проекты, законченные работы. Наверное, даже один из бизнес-процессов, это вот мы первые, приходят клиенты к нам в офис, мы им вообще рассказываем, кто мы, что мы, что под ключ, что в нашем понимании под ключ. Вторым этапом зачастую мы показываем квартиру какую-нибудь готовую. Вообще сложно же качество определить, вот как определить качество? У каждого оно свое, у нас оно тоже свое, и мы показываем всегда нашим заказчикам, чтобы они посмотрели, говорят там, да, нам нравится. Или если не нравится, то уточняем, что не нравится, потому что, ну есть вещи, которым мы, например, скажем, ну, к сожалению, мы не сможем помочь в таком случае. Или, например, мы понимаем, что это очень будет дорого стоить там. Анастасия, расскажите, как у вас изменилась жизнь после переезда? Мы жили в немножко других условиях, квартира была меньше, ремонт казалось то, что был очень, очень ничего. Жить можно, а вот мы недавно туда заехали, на эту квартиру, и оказалось, что небо и земля. За счет того, что есть бризеры, мы не открываем окна, у нас здесь почти нет никакой пыли. Грязи нету. Потом, это первый раз, когда мы покупали сушильную машину, то есть, наконец-то есть место, куда это поставить, и бельевой пыли тоже стало меньше. То есть, вообще, в целом, для того, чтобы убраться в этой квартире, надо буквально одну тряпочку, чтобы все быстренько протереть, и все. Ну, для меня это кайф. У нас три человека. У каждого человека появилась своя зона, то есть, ну, моя зона все-таки, это больше гостиная и спальня. У мужа появился кабинет, у дочки своя отдельная комната, в которой она и спит, и играет, и все игрушки там. Короче, больше всех вы выиграли. У вас и кухня-гостиная, и спальня, да? Ну, да, почему-то в кухне-гостиной еще кто-то присутствует периодически. На самом деле, очень классно приготовить еду в одном месте, а есть в другом месте. И еще плюс красота, которая здесь появилась, то есть, у каждого есть своя подсветка, то есть, ты такой пришел здесь, накрыл себе красивый завтрак с большими тарелками, включил себе свет. Кстати, по поводу света. Вы на самом деле себе красивый завтрак делаете? Да, правда. Это очень классно. По поводу света, классный получился прием, который даже, ну, мы не задумывались об этом, ребенок еще маленький, у нас комната находится детская около гостиной, и как бы от нашей спальни далеко. И все спрашивают, а как вы так ребенка отселили от себя далеко, ведь она еще маленькая. Вот, и по поводу света, мы везде выключаем свет, но оставляем какой-то один. При этом, если ребенку страшно, и если она хочет добежать до нас, она это, ну, как бы делает. Да, отлично, конечно. Ну, в целом, получается, уровень комфорта значительный вырос, правильно? Да, конечно. А у вас в предыдущей квартире сколько квадратов было? Я вам даже не скажу, но это была однушка. А, однушка, понял. Ну, то есть, там была кухня-гостиная и отдельная спальня. И была тоже гардеробная, похожая чем-то на то, что мы сейчас имеем. То есть, это были полки открытые, но она закрывалась как шкаф. Для нас было очень важно, чтобы вы придумали в нашей спальне какой-то уголок, который будет открыт, но при этом зона была отдельная. Предлагаю пройтись по квартире. Давайте. Все покажем, покажете, расскажете. Начнем с зоны кухня. Здесь для нас было одним из основных решений – это отдельный стоящий холодильник. Все холодильники, которые мы видели, может быть, они существуют какие-нибудь другие встроенные, они маленькие. Микроволновка с духовкой, ну, наверное, это уже обычный способ. Все так люди, наверное, делают, но, опять-таки, как оказывается, иногда не все. Это поднять чуть выше духовку, чтобы не тянуться вниз. Ну, да. Вот, и сделать микроволновку на уровне таком, чтобы доставать оттуда все было нетравмоопасно. Как вообще, насколько здесь комфортно вам готовить? Потому что у вас есть полуостров. Да, очень комфортно. Мы очень часто с супругом готовим одновременно. Вместе делаем завтрак, например. Здесь делается одно блюдо, делает один человек, здесь делает другое. Здесь все вместе это соединяется. Еще мне очень понравилось решение – это сделать керамогранит фартуком. Любой жир от готовки очень легко смывается. Вообще часто готовить? Да, каждый день. Понятно, отлично. Здесь у нас обеденная зона. Этот стол 180 в сложенном состоянии. Раздвигается еще на 220. То есть это такой огромный стол, который помог нам выбрать ваш дизайнер, что очень радует. Самое максимальное количество гостей, которые к нам приходило, это было на день рождения дочери. Как раз в день сдачи квартиры неофициальный. И вот здесь уместилось 20 человек. Стол ставился туда, к дивану, и все прекрасно уместились. И тогда мы плавно переходим в зону отдыха, игры на PlayStation. Единственное, наверное, то, что не куплено по дизайн-проекту – это диван. Потому что не сидеть на диване не получается. И выбрать, не попробовав, не полежав, поэтому мы выбрали немножко другой диван. Тест на диван. На мягкость дивана по десятибалльной шкале. Ну, здесь у меня примерно на 7-8 баллов. Но мне Анастасия говорила, если сесть туда и вытянут ноги, тогда точно вставать неохота будет. Тогда будет десяточка. Ох, ну да. Точно. Вот здесь десятка. Еще одно большое преимущество. Место под телевизор было специально подготовлено. Мы понимали, что будет Samsung The Frame. А от него, на самом деле, идет один-единственный провод. И вся система управления телевизором, она находится в шкафчике внизу. Поэтому, смотрите, какая красота. Никаких кронштейнов, никаких проводов. И выглядит, ну, шикарно, по моему мнению. Здесь, я думаю, собираетесь с семьей. Вообще, ну, смысл кухни-гостиной как раз, чтобы вся семья собиралась вместе. То есть, это работает в этом случае? Отлично. Пойдемте дальше. Пойдемте. Вот так получилось детское. Основное, наверное, это фреска. Очень красиво. То, что нету стыков никаких. И, ну, подобрали очень красивый рисунок сам по себе. Еще из того, что было сразу продумано в детской, это то, что во всех углах есть розетки. И когда ребенок подрастет, можно совершенно спокойно поменять положение кровати, стол. Мы в своем, по-моему, планировке даже рисовали, чтобы различные сценарии были. Да, когда ребенок подрастет, нам не надо будет здесь заново штробить стены и делать розетки. Освещение тут тоже в этом плане классно сделано, что точечные светильники у нас их в два режима. То есть, можно сделать потусклее. Просто один выключаете. А, все, у нас через один, да, рядочек? Да, через один. Подсветка около кровати сделана. Ребенок включает свет. То есть, он находится сначала при таком освещении. Успокаивается, выключает свет, делает себе темно и засыпает. Сколько у вас? Три с половиной года. Дочке, да? Да, дочка. Единственный, наверное, шкаф, который полный оказался из всех шкафов в нашей квартире, это шкаф дочери. Там полностью вещи, игрушки. Поставили ей еще дополнительное освещение в виде космонавта. И у нас тут есть вот любимая игруша ночник. У него столько ночников. У нас ребенок тоже очень любит свет. Везде все должно светиться. Это у него, наверное, в папу. Это наша спальня. Это мастер спальня. Да, да. Что, мне кажется, очень классное изобретение 21 века. Вообще, насколько удобно этим пользоваться, хотел спросить. Потому что я видел видеоролики, где люди прям доказывают, что мастер спальня это неудобно. Один человек спит, другой сидит в туалете, сразу все слышно. Ну, не знаю, мы, может быть, просто спать важимся одновременно, и поэтому у нас не бывает таких случаев. Но, по мне, так это очень удобно. И это больше удобно ни ночью, ни вечером. Хотя и это тоже. То есть, ребенок спит, совершенно спокойно можешь пойти в душ, ничего ему не слышно. Но самое главное, это, ну, как по мне, когда приходят гости. То есть, из-за того, что появилась трехкомнатная квартира, есть отдельно гостиная. То есть, ты там собрал людей. Тебе надо отлучиться, ты уходишь туда, где никого нет. Главное в создании спальни, это была вот и гардеробная отдельная, но при этом не шкафом, а просто сделать отдельную зону, так, чтобы ее было не видно со спального места. Минимальное количество тумбочек. То есть, у нас здесь нет никакого ни стола, ничего лишнего. То есть, в спальне надо спать. Вот здесь вот эта панель очень классная. Да, потому что мы сразу решили, что у нас не должна быть кровать с мягким подголовником. Это не моя история, это не про меня. Лишнее что-то, что надо пылесосить, что является пылесборником, мне это не нравится. Вот эту вот панель мы поднимали пешком. Ну, не я, а там ребята-мебельнички поднимали пешком. На 23 этаж, по лестнице, так же, как и зеркало. У нас даже был план запасной, помните, чтобы через люльку строительную поднимать в окно. На что не идешь ради того, чтобы, ну... Ради красоты. Ради красоты, чтобы задумка соответствовала реализации. Также в спальне предусмотрена только одна зона, где спать нельзя. Такой туалетный столик, где у меня находится вся косметика и где я крашусь. Получилось очень красиво по дизайн-проекту, но оказалось не очень удобным. Это то, что, ну, когда мы садимся сюда на пуфик, мне бы хотелось закинуть ногу. Вот, кстати, это очень хорошее замечание, на самом деле. То есть я крашусь вот так, и понятное дело, что у меня тут не получается. Будем это тоже учитывать в дальнейшем, потому что, на самом деле, это очень важный фактор. И еще один у нас момент, то, что мы изначально не рисовали увлажнители воздуха. И вроде бы Анастасия думала, что как бы вроде все понятно, и мы как бы думаем нормально. Но по факту получилось так, что вот отсюда у нас идет провод, через стол проходит. Потому что просто не поставлена розетка внизу. А так как не нарисовано на дизайн-проекте, то интерьер вообще-то сложная история. Тысяча мелочей, и просто элементарно эти вещи можно забыть. Поэтому все, что вы рисуете на дизайн-проекте, максимально все учитываете, начиная от выключателя. Потому что некоторые выключатели даже не рисуют. И максимально мельчайшими деталями наполняете дизайн-проект, визуализацией, чтобы потом не упускать этих моментов. Пройдемте, посмотрим гардеробную. Что здесь уникального? То, что, смотрите, если мы стоим с вами от входа, то у нас просто стеклянные дверцы. На самом деле здесь, во-первых, рейки зонируют спальню и гардеробную. То есть и сама гардеробная не бросается в глаза. Во-вторых, у нас получается, когда человек заходит, он видит красивую картинку. Для нас, наверное, сейчас на данный момент все-таки это большая гардеробная. То есть у нас здесь полупустые полки. Еще пока шкаф не наполнен, но я думаю, что... Вы еще 4 месяца только живете. Да, только 4 месяца живем. Еще найдем, что сюда положить. Полки открыты, это для меня очень важно, потому что мне не нравится вот это открыл, нашел, пока поковырялся, достал, закрыл. То есть здесь все видно. Мне очень нравится, опять-таки, что цвет у нас везде совпадает. То есть цвет гардеробной такой же, как и по всей квартире. Ну и что интересно, дополнить, что нет визуального шума. В принципе, чтобы зайти и увидеть, что в гардеробной, это надо прям глубоко сюда пройти. И даже пройти дальше. Потому что я когда стою возле реек, по большому счету, ну, практически ничего не видно. И там у вас, конечно, огромное зеркало. Ваше гардеробное, кажется, в 2 раза больше. Да, да, да. У нас даже был такой прикольчик, когда к нам приходили гости. Мы говорили, проходи сюда, а теперь беги. И люди некоторые на самом деле не понимали, что там зеркало, и что там уже, ну, как бы, все. Там дальше бежать не надо. Правда, не было? Нет, не было. А детям очень нравится играть с этим зеркалом. То есть они прям приходят, они его заляпывают. Так, ну что, пойдемте дальше. В мастер-спальне что у нас еще есть? Санузел. Мастер-санузел. Немаловажный момент, когда ты покупаешь квартиру и приходишь, даже вы уже все стены снесли, поставили новую. Мне казалось, что сюда не влезет никакая душевая кабина. Что здесь можно будет просто встать и стоять ровно, и ничего ты не сделаешь. Оказалось, что это просто иллюзия. Это знаете почему? Потому что вот, когда вы смотрите, у вас бетон на полу, штукатуренная такая серая масса по стенам, потолок темный, и реально теряется ощущение пространства. И его можно только зафиксировать, когда делаешь планировочные решения. Ванна в других оттенках. То есть, если у нас там темная ванна, то здесь уже более светлая, более в натуральных оттенках. Здесь ванны, здесь большая раковина со столешницей. Ну да. Чем она удобна? Это тем, что все, что с сушильной машины надо просушивать уже из нее. Это детали какие-то? Да, детали. Они сушатся здесь. Это также у нас детский санузел. То есть, здесь все сделано для ребенка. Там у нее внизу ступенька. Они здесь моют руки. Ванна здесь достаточно большая. Она удобна для ребенка трех с половиной лет. Ну, в смысле, вообще, как сделали эту ванну. Если у вас маленький ребенок, то, конечно, вот такое вот стекло. Это будет минусом, нежели плюсом. Потому что дотянуться до крана очень тяжело. Это стекло очень комфортно в том случае, когда принимаешь душ. Но если ты моешь голову отдельно, то совершенно, ну, очень сложно включить воду. То есть, и помыть отдельно, допустим, голову. То есть, у вас, конечно, отдельно душевая есть. У вас здесь все предусмотрено. Поэтому в вашем случае это идеальное решение. Но надо очень сильно думать, да, когда вот такие решения делать. Потому что будет зависеть от образа жизни, от членов семьи, от их возраста. Да, от их возраста. Дверь в постирочную. Там стиральная машина, сушильная машина. Также дополнительная система хранения. Пылесос висит. Ну, то есть, такого ничего интересного. Маленькая комната, которая очень, на самом деле, выручает. Большой достаточно шкаф. А для верхней одежды здесь у нас для длинных всяких пуховиков, курток. А здесь у нас для коротких. И также для детских. То есть, очень удобно, что там небольшое пространство. Как раз все курточки ребенка туда потрясающе помещаются. Здесь также у нас сделаны рейки в том же самом стиле, что и в спальне, и на кухне. Тумбочка. Наверное, это так можно назвать. Которая также может являться сидением. Садитесь на нее? Да, спокойно. Она выдержит. Смотрите, точно выдержал. Сколько баллов из 10? Один из 10. Самый жесткий диван. Да, и теплый пол. Так чувствуется прям кайфово. Да, теплый пол здесь, мне кажется, необходим. Потому что осенью и зимой все-таки у нас в нашем регионе по большей части сляхать. А не жаркое лето. И обувь сушится моментально. Еще у нас ребенок здесь любит лежать и греться. Прачечная за скрытой дверью. Ее практически незаметно. Большое ростовое зеркало. Вам, надеюсь, оно нравится? Да, очень. И то, что оно обрамлено черным цветом. Это очень стильно и красиво выглядит. Конечно же, у нас идет теневой профиль по периметру потолка. Скрытые двери. Создается такой максимально минималистичный вид. И еще тогда отмечу, что мне нравится в вашей прихожей. То, что она, во-первых, без всяких дополнительных перегородок. И она относительно большая. Прихожая – это лицо квартиры, которое сразу задает весь тон. То есть, я захожу и вижу гостиную. Я вижу, что она просторная, много воздуха. И становится, конечно, сразу максимально комфортно. Вот так, друзья, быстрый ремонт – это не миф и не научная фантастика. Главное – подходить к этому делу с умом. Напишите в комментариях свои мысли по этому поводу. И не забудьте подписаться на наш канал, если вам нравится то, что мы делаем. Анастасия, большое спасибо за то, что приняли нас в гостях. У вас очень шикарный интерьер. Мне очень нравится. Спасибо вам.